привет друзья это блог о часах и в этом эпизоде я хочу затронуть такую тему как подарки в виде часов я не советовал бы вам делать кому-то подарок сюрприз в виде часов потому что я нахожу эту тему довольно индивидуальной и человек себе сам должен выбирать часы потому что он должен понимать какие-то часы как они носятся будет ли не ему удобно и вообще понравится ли они ему потому что дело в том что даже при условии того что человек прожужжал вам все уши о том что вот именно эти часы он хочет это самые красивые самые лучшие часы но он их видел только лишь на картинке это не факт то что тогда когда вы ему купите эти часы он будет ими доволен ну что поверьте мне я купил очень много часов по картинке я просто увидел их в интернете я читал о них я смотрел миллион разных видео и смотрел как они смотрятся на запястьях других людей и после того как я наконец-то решил что все я хочу эти часы я их однозначно покупаю я их купил они мне пришли я открываю и после этого я говорю а так вот вы какие то есть я вносил и буквально неделю и после этого я их подавал и виной всему было то что до этого я их не держал в руках то есть я не понимал какие никакие не по размеру какие не по высоте и как они будут носиться довольно банальная вещь но если вы хотите сделать человеку подарок и это должны будут обязательно быть часы то берите человека до этого идите вместе с ним бутик смотрите эти часы пусть он на сто процентов понимает что это та вещь действительно та вещь которую он хочет потому что многие люди из-за вежливости из того что это подарок даже если вы ему подарите и они ему не понравится он вам этого не скажет просто он их не будет носить они у него будет ли будут лежать и продать он их тоже не продаст потому что якобы ну это же подарок однозначно только лишь с человеком который которому вы хотите купить эти часы еще один важный момент если вы все же решились покупать часы без человека которому вы будете и дарить то учтите что очень многие марки пишут в гарантийную карточку имя которое будет стоять в чеке то есть они пишут гарантийную карточку ваше имя а не имя того человека который это часы который эти часы будут последствия носить в принципе гарантия при этом не теряется но такой вот небольшой факт поэтому учтите если это будет важно или будет играть какую-то роль то скорее всего имя именинника или человека которому их подарите в гарантийную карточку не впишут принципе гарантия при этом не теряется абсолютно неважно чьи имя написано в гарантийной карточке главное чтобы там стояла печать если того требует гарантийная карточка и обязательно была вписана дата корректно была вписана дата продажи и в таком случае гарантия безусловно будет распространяться многие даже просят не вписывать имя покупателя например с часами марки rolex начиная с 2018 года все бутики обязаны вписывать это имя некоторые все-таки продолжают не вписывать по просьбе своих самых самых постоянных клиентов такое еще встречается и даже с не вписанным именем там просто будет стоять прочую гарантия все равно будет распространяться следующий важный пункт это если вы собрались покупать часы без человека которого мы их будете дарить на бы ушном рынке здесь однозначно проверяйте часы перед тем как вы их купите желательно на подлинность и это должен быть сто процентов полный сет то есть там нужны быть все документы если документы то они должны быть со всеми печатями с датой продажи это должны быть все коробки это должны быть все книжки все инструкции. Однозначно проверяйте эти часы на работоспособность. Спрашивайте, делали этим часам сервис, если делали то где, то когда и как давно. Проверяйте все функции, потому что в противном случае вы можете подарить человеку часы, на которые он потратит огромное количество средств, чтобы их починить и впоследствии все же начать их носить. Следующая тема, которую я хочу затронуть, это подарки в виде часов для ваших девушек, жен и родственниц. Я не сторонник уж слишком-слишком женственных часов, например, как есть часы у марки Ulysse Nardin в женской коллекции, но они уж настолько блестящие со всех сторон и обсыпанные камнями. Честно, мое субъективное мнение, они похожи на вот этот весь китайский ширпотреб, который можно купить за 20 долларов на Амазоне и на Алиэкспрессе. Я не сторонник таких часов. Я бы советовал купить вам часы, которые при этом будут стоить дешевле, но это будет чистая классика. Посмотрите Омегу, посмотрите Rolex, посмотрите Lanjin, но без всяких камней, без всяких этих блестящих побрякушек. Они будут намного лучше при этом смотреться. В скором времени я постараюсь сделать третье видео из цикла вопрос-ответ, поэтому если вы не хотите пропустить возможность задать вопрос, обязательно подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм и задавайте свои вопросы под постом для третьего видео из цикла вопрос-ответ. Ссылку на мою страницу в Инстаграм я обязательно дам в описании. А на этом на сегодня все. Я очень надеюсь, что я смог вам помочь, даже несмотря на то, что большинство информации довольно банально. Я уверен, что вы и так это сами знаете, но уверен, было не лишним еще раз сделать на этом ударение. Подписывайтесь на канал и задавайте вопросы в комментариях. А мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока!